Всем привет! В этом видео-анайсе я хотела бы показать, как я связала вот такую вот жилеточку на девочку с 7-9 лет. Если девочка худенькая, хватит и на 10, даже 11 лет. На самом деле я вязала в двойную ниточку с тоненькой пряжей. Такую жилеточку можно вязать из... я вот люблю пряжу Alize Lana Gold, обычную, то есть где 240 метров, можете в аббинарную ниточку вязать. Я набрала определенное количество петель, затем провязала небольшую такую планочку-резиночку и продолжила вязать лицевой гладью ровно посередине, связала узор листики. То есть очень простой узорчик, для начинающих он отлично подходит, понятен. Затем я поделила ровно на две части свою жилеточку и начала вывязывать горловинку. Убавление петель сделала и для проймочек вначале тоже убавила петельки. Обработала края резиночкой также один на один, как в начале, и также закончила ее трикотажный швов. Трикотажный шов я делала в одинарную ниточку, чтобы не был он грубый такой, в общем, он так, мне кажется, более аккуратный. Перед тем, как обрабатывать горловинку и проймочки, я провязала здесь вот столбики без накида, для того, чтобы потом набрать аккуратно петельки из каждого столбика и красивенько провязать резинку один на один. Ширина моей резинки на горловине и на проймочках где-то 4 сантиметра. Я думаю, что этой ширины для девочки будет более чем достаточно. Спинка у меня выполнена лицевой гладью классической. Как вы видите, все получилось довольно-таки аккуратненько, оригинальненько. Здесь я все-таки решила тоже сделать резиночку, чтобы был контраст переда и спинки. Как вы видите, такую, в принципе, жилеточку, я считаю, можно одеть и в школу, можно и дома носить, чтобы было тепленько и уютненько. Выполнена она в течение двух вечеров, вязала я ее. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось и вы хотите, чтобы я вам показала в видеоуроках, как ее вязала, то пишите в комментариях. Буду рада вам показать свой видеоурок. Всем пока-пока!